Сенгелеевские горы По счету во всей стране Два года ушло на то, чтобы оформить все бумаги и организовать дирекцию Национальный парк Сенгелеевские горы Это уникальная природная территория Для Ульяновской области Да и для России в целом Потому что здесь сохранились Нетронные участки степей В том числе камнистых степей И конечно участки лесов В том числе участки сосняков на меловых степях Участки широколистных лесов Это очень важные территории Общая площадь национального парка Составляет почти 45 тысяч гектаров Территория, где сохранились особо ценные Природные объекты общенационального достояния Затрагивают большую часть Сенгелеевского района Заходят на Ульяновские и Чердаклинские районы Национальный парк разделен на зоны Часть периметра является заповедной Куда доступ посетителям полностью закрыт Научные исследования также проводят На особо охраняемой зоне Где туристов допускают только на определенные участки Третья зона хозяйственной деятельности Для активного отдыха и экологического просвещения Предназначена последняя часть Рекреационная Именно сюда и будет стекаться основной поток туристов Сейчас сотрудники парка готовятся Открыть первую туристическую экологическую тропу Сегодня, чтобы прогуляться по национальному парку Необходимо получить специальное разрешение в дирекции Билет такого формата Обыденная вещь для всех особо охраняемых Природных территорий Пропуск туристов выдают в Ульяновские Сенгелеи Абсолютно бесплатно Кроме того, в разработке вопрос о получении разрешения В режиме онлайн на официальном сайте нацпарка Только с запуском и полным обустройством Первой экотропы вход станет платным От 50 до 100 рублей Цену устанавливают в Минприроды России Первая экотропа длиною 6 километров Получит название по следам сурка И начнется она здесь, у Мыльникова-Родника Далее пройдет по памятнику природы Тушнинские каменистые степи Закончится она здесь же Таким образом получится большой Замкнутый экологический круг Людям мы хотим показать, нашим гостям, приезжим Местным жителям, как же живут наши сурки Чем они занимаются, понаблюдать за ними Ну и в первую очередь мы, конечно, хотим Чтобы людям было приятно Находиться в нашем нацпарке Посещать нашу природу Степной сурок или сурок-байбак Один из основных обитателей этих местностей Причем это не просто зверек Как отмечают научные специалисты Этот грызун ландшафто образующие животные Занимаясь норной деятельностью Он преобразовывает почву и формирует вокруг себя Другой ареал животных и растений Так по соседству с ним живут разные виды полевок Обыкновенный слепышонок, суслик, лиса, филин и оран-белохвост В полях и у подножий гор растут редкие виды растения Адонис, копечник, крупноцветковый В основном представители флоры и фауны Сенгелеевские гор занесены в Красную книгу Ульяновской области и России В скором времени здесь появятся специальные смотровые площадки Где с помощью бинокля можно будет наблюдать за жизнью Не только степных сурков, но и солнечных орлов Еще одного природного символа Ульяновской области Тесно познакомиться с местными обитателями Также помогут кемпинг, лавочки, информационные щиты Всевозможные малоархитектурные формы и интерактивная нора сурков Все это в ближайшее время станет неотъемлемой частью Первой по счету экологической тропы национального парка Чуть позже наслаждаться бескрайними просторами Вдыхать свежий воздух можно будет и на велосипеде Велоэко-тропа протянется вдоль границы заповедной зоны Национального парка Сенгелеевские горы Ринат Алиулова, Александр Кудряшов Новости Ульяновской правды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова